В цехах комбината вновь заработали станки, началась варка целлюлозы, а готовую продукцию уже отгружают заказчикам. Хотя еще два месяца назад одно из крупнейших предприятий Бурятии, Селингинский целлюлозно-картонный комбинат, остановил производство из-за финансовых трудностей. Затем произошла смена собственника. Это большие затраты на пуск, для того, чтобы разогреть все цеха, оборудование, коммуникации. Но мы, простоя в два месяца, эту задачу выполнили, без особых потерь, потому что мы были готовы к остановке и провели необходимые мероприятия. Новому руководству комбината досталась задолженность перед кредиторами в полтора миллиарда рублей и невыплаченные за два месяца зарплаты сотрудникам. Новость о том, что предприятию угрожает банкротство, получила большой резонанс, когда журналист из Бурятии сообщил о проблеме на большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент тогда пообещал оперативно в ситуации разобраться и заявил, что ни собственники предприятия, ни местные власти не имеют права бросать людей без соответствующей поддержки. Семья Яковлевых вспоминает свою растерянность, когда в цехах комбината установилась тишина. Год назад вместе с двумя детьми они переехали в новую квартиру, взяли ипотеку. Говорят, если бы комбинат не запустили, платить кредит было бы нечем. Мы успокоились, потому что комбинат заработал, и платить ипотеку есть, чем квартира, нам нравится уезжать, нам отсюда вообще никуда не охота. Пока простаивало производство, жители опасались и того, что в самые морозы Селингинск может остаться без тепла. Котельное предприятие отапливает большую часть поселка с населением в 15 тысяч человек. В планах нового руководства реконструкция теплоэлектростанции, а также замена оборудования. Предприятие физическое и моральное достаточно сильно изношено, как и все российские целевозможные комбинаты. План развития существует. Программа модернизации развития будет направлена на снижение себестоимости, повышение качества и объемов производства продукции. Полный запуск предприятия займет около недели.